МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выстрел. Скоротечность этого процесса не подвластна человеческому глазу. Вспышка и хлопок длятся буквально доли секунды. Но порой эти доли секунды отделяют мир от войны, жизнь от смерти. Сила оружия чувствуется в каждой линии его формы, в каждом грамме его веса. Этим и притягательно, и страшно оружие. Против кого направить эту силу, вопрос останется открытым, пока существует само оружие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большинство современных огневых задач для стрелкового оружия можно решить с помощью плотного огня из автомата или ручного пулемета. Но есть ситуации, в которых плотный огонь не нужен. Иногда требуется всего один прицельный выстрел. Для таких случаев и создано оружие, позволяющее стрелять далеко и максимально точно. Сегодня понятие снайперское оружие прочно связано с винтовкой, оснащенной оптическим прицелом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако для снайперской стрельбы недостаточно одной только высококлассной винтовки. Для этого в первую очередь необходим специально обученный стрелок. Только сплав отличных умений стрелка, точного оружия, специальной боевой экипировки и правильной тактики может обеспечить эффективное применение снайперского оружия в бою. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первым массовым применением снайперских винтовок в бою стала гражданская война в США середины 19-го века. В Первой мировой наибольшее распространение снайперское оружие получило в немецкой армии. Вот пример такого оружия той войны. Винтовка Маузера, образца 1888 года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Советском Союзе развитие снайперского дела началось в 30-х годах. Однако предпосылки к появлению снайперского движения в СССР появились раньше. В 1918-м вышел призыв. Каждый рабочий, каждый крестьянин должен уметь стрелять из винтовки, револьвера или пулемета. Предполагалось, что каждый трудоспособный гражданин Советской Республики должен дать вооруженный отпор врагам революции. Обучали граждан азам военного дела на курсах всевобуча, всеобщего военного обучения. С 1927 года военной подготовкой в Советском Союзе стал ведать ОСОАВИАХИМ, Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству. Благодаря этой организации в 20-х-30-х годах в Советском Союзе стрелковый спорт достиг невиданного размаха. Стали очень популярны всевозможные соревнования по стрельбе. Появился знак «Ворошиловский стрелок». Под лозунгом «Стрелять по-ворошиловски» молодежь училась меткости у легендарного наркома. Стреляли и по-стахановски. На этих кадрах кинохроники сам Алексей Стаханов, знаменитый шахтер, подает пример в стрельбе из винтовки. И в бою не трогнет рука героев за боем. Стали развиваться и снайперские школы. Например, в 1929 году в подмосковном Кускове начала действовать школа «Снайпинг» для подготовки инструкторов-снайперов. Подготовкой снайперов занялись на курсах выстрел и в спортивном обществе «Динамо». Первой винтовкой для снайперской стрельбы стала трехлинейка. Собственного производства оптических прицелов для стрелкового оружия в Советском Союзе не было. В середине 20-х годов прицелы приходилось закупать в Германии. Первые советские оптические прицелы ПВ и ПТ появились в начале 30-х годов, но выпускались они в небольших количествах. По-настоящему массовым стал прицел ПЕ. Он и устанавливался на снайперскую винтовку образца 1931 года. От обычных трехлинеек снайперская винтовка отличалась тем, что для их производства отбирались лучшие по точности изготовления стволы. Кроме того, рукоятка затвора была отогнута вниз. Это было сделано для удобства заряжания. Такую винтовку нельзя было заряжать с помощью обоймы. Мешал оптический прицел. Винтовку снаряжали по одному патрону. Производство снайперского оружия всегда контролируют с особой тщательностью. Точность изготовления ствола проверялась по двум параметрам. Его кривизне и внутреннему диаметру. Погрешности для снайперской винтовки допускались в половину меньшие, чем для штатной. Стволы, прошедшие такой контроль, отправлялись в цех, где уже собирались снайперские винтовки и устанавливались оптические прицелы. После установки каждого прицела на специальном станке производилась его выверка. Совмещение оптической оси прицела с контрольной точкой на мишени. Прицел для снайперской трехлинейки довольно прост по конструкции. Маховички служат для установки дальности и боковых поправок. Вот как выглядит сетка прицела. Вертикальная нить называется прицельным пеньком. Острие пенька наводится на цель. В эту точку и попадут пули, если винтовка пристрелена правильно. Каждый образец готовой снайперской винтовки стрелок-испытатель отстреливал в заводском тире. Бой винтовки проверялся на специальной контрольной мишени. Для проверки делалось четыре выстрела с дистанцией 100 метров. Пробоины должны были поместиться в круг диаметром 8 сантиметров. Прицел проверен. И по врагу точнее, товарищ снайпер. В 1934 году тульские делегаты 17-го съезда Коммунистической партии преподнесли в подарок Сталину именно такую снайперскую винтовку. На столе лежит гармонь. Тоже подарок туляков. Но винтовку Сталин осмотрел и даже приложил к плечу. А вот на гармоне не сыграл. Сталин уделял большое внимание развитию стрелкового оружия. Он всегда был хорошо осведомлен о том, что происходит в этой отрасли. В конце 30-х в Красной армии трехлинейки стали заменять на автоматические и самозарядные винтовки. Комментируя такое решение, историки часто ссылаются на Сталина. Он говорил, что один боец с автоматической винтовкой заменит десятерых со старой трехлинейкой. В итоге на вооружение Красной армии начали поступать самозарядные винтовки Токарева СВТ-40. Предусматривалось и создание снайперского варианта этого оружия. На смену снайперской винтовки образца 1931 года пришла самозарядная винтовка Токарева СВТ-40 с прицелом ПУ. В отличие от винтовки с ручным перезаряжанием, самозарядная винтовка обеспечивает лучшую скрытность снайпера на огневой позиции. Снайперу не нужно совершать операции по перезаряжанию оружия, выдавая из себя движение. Автоматика винтовки обеспечивает готовность после каждого выстрела винтовки к стрельбе. Первоначально для самозарядных винтовок планировалось использовать оптические прицелы ПЕ, такие же, как на трех линейках. Однако к концу 30-х был создан более простой в изготовлении и эксплуатации универсальный прицел ПУ. Новый прицел имел отличные характеристики, а по массе был почти в два раза легче предшественника. Именно этот прицел и начали устанавливать на снайперском варианте самозарядной винтовки Токарева СВТ-40. При всех достоинствах СВТ-40 имела и недостатки. Она была чувствительна к загрязнению и требовала тщательного ухода. Именно поэтому в годы войны продолжался выпуск и снайперских трех линеек, но уже с прицелом ПУ, таким же, как и на СВТ-40. Именно эти две винтовки и стали основным оружием снайперов нашей армии в годы Великой Отечественной войны. Для замены СВТ-40 было принято решение о возобновлении производства снайперской винтовки на базе трех линейки. С 1942 года ее начали выпускать с универсальным прицелом ПУ. Тем не менее, снайперская винтовка СВТ-40 использовалась до конца войны. С ней воевали многие известные снайперы, например, герой Советского Союза Людмила Павличенко. 343 фашиста! Вот счет мести севастопольского снайпера Людмила Павличенко. Боевые действия на фронте показали, что наравне с мужчинами очень высокую стрелковую выучку показали девушки-снайперы, подготовленные организациями ОСУАВИАХИМА. За время Великой Отечественной войны снайперскую подготовку прошли порядка полумиллиона снайперов. Из них около 10 тысяч снайперы высокой квалификации. Рассвет снайперского движения в Красной Армии пришелся на Сталинградскую битву. Одним из организаторов этого движения стал Василий Зайцев. На его счету 242 гитлеровца, в том числе руководитель берлинской снайперской школы майор Коннингс. Группа снайперов Зайцева отрабатывала новые тактические приемы, которые с успехом используются и сегодня. Несвышный, невидимый, выискивает он гитлеровцев и бьет их, бьет без промаха. Многие снайперы Великой Отечественной были удостоены звания Героя Советского Союза. Некоторых награды Героя нашла только спустя долгие годы. Это Максим Пассар, советский снайпер. На его счету 237 гитлеровцев. В 43-м году Пассар был убит на фронте. В феврале 2010 года, спустя 67 лет после своей гибели, снайпер Максим Пассар посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Еще почти 20 лет после окончания Великой Отечественной трехлинейка была основной снайперской винтовкой Советской Армии. Только к 58-му году были разработаны тактико-технические требования к новой снайперской винтовке. В конкурсе на разработку приняли участие многие конструкторы-оружейники Советского Союза. Самым успешным оказался Евгений Федорович Драгунов, конструктор Ижевского машиностроительного завода. В основном Драгунов занимался созданием спортивного оружия. Но всемирную известность ему принесла СВД. Это снайперская винтовка Драгунова, СВД. Она пришла на смену снайперской трехлинейке только в 1963 году. Это самозарядная винтовка с высокой кучностью стрельбы. В умелых руках она представляла из себя грозное оружие. Снайперская винтовка Драгунова, СВД. Патрон 7,62х54 мм. Емкость магазина 10 патронов. Масса с прицелом 4,3 кг. Длина 1225 мм. Дальность прицельной стрельбы 1300 мм. Начальная скорость пули 830 м в секунду. Специально для СВД был разработан оптический прицел ПСУ-1. Этот прицел обеспечивал стрельбу и в темное время суток. Для этого имелась подсветка шкалы. Кроме того, для стрельбы по стрелкам противника, оснащенных ночными прицелами активного типа, имелся специальный экран, который позволял видеть эти прицелы. Винтовка была оснащена удобным склетообразным прикладом с пистолетной рукояткой. Она получилась очень удобной. Вот так выглядит сетка прицела ПСУ-1 для снайперской винтовки Драгунова. Это дальномерная шкала. С ее помощью определяется дальность до цели. Шкала наводится так, чтобы цель располагалась между горизонтальной и наклонной линиями. Штрих, расположенный над целью, и укажет расстояние до цели, имеющей высоту метр семьдесят, то есть средний рост человека. Полученная дальность устанавливается маховичком. На расстоянии до тысячи метров на цель наводится верхний угольник. Если расстояние до цели больше тысячи метров, то наводятся нижние угольники на тысяча сто, тысяча двести и тысяча триста метров соответственно. Но одного только умения пользоваться снайперской винтовкой недостаточно. Курс подготовки снайпера достаточно обширен. И начинается он с отбора солдат, годных к обучению на снайпера. Предпочтение в первую очередь отдается тем, у кого есть спортивный разряд по стрельбе или навыки охотника. Все кандидаты в снайперы проходят медицинскую проверку. Самые строгие требования, естественно, к зрению. Особое внимание уделяется психотипу человека. Снайпер по своему характеру должен быть выдержан, спокоен, уравновешен. Оценивается общая физическая подготовка и результаты упражнений по стрельбе из автомата. Солдаты, прошедшие отбор по всем этим критериям, начинают обучение искусству снайпера. Снайпер должен уметь отыскивать цель по малозаметным признакам и уничтожать ее с первого выстрела, оставаясь при этом необнаруженным. Снайпер должен хорошо ориентироваться на любой местности, быть внимательным к самым незначительным мелочам. Очень важно для снайпера искусство маскировки. Умение точно стрелять позволяет снайперу поражать цель, а умение маскироваться дает ему возможность не стать целью самому. Как правило, снайперы работают в паре, прикрывая друг друга. Один берет на себя наблюдение за целями, а задача другого – их уничтожение. Через некоторое время они могут меняться ролями. Прямо, отдельный курс. Влево, 20, пулемет. Вижу. Формируются снайперские пары с учетом психологической совместимости. Они должны понимать друг друга без слов, используя только жесты и мимику. В общем, снайперское дело – это целое искусство. Сплав самых разных знаний и умений. Полностью реализовать свое мастерство снайпер может только с хорошим оружием. Именно таким и стала снайперская винтовка Драгунова. За годы службы в вооруженных силах СВД проявила себя с самой лучшей стороны. Она до сих пор остается на вооружении и по праву считается одной из лучших армейских самозарядных снайперских винтовок. У СВД хорошая кучность и высокая надежность. Качества, особенно необходимые снайперскому оружию. Наиболее массовым снайперское движение в советских войсках было в годы Великой Отечественной. Но по окончании войны о снайперской подготовке в армии начали постепенно забывать. Снайперские команды расформировали, а снайперов ввели в штат мотострелковых отделений. В бою они действовали как обычные стрелки. Как правило, времени для выбора цели у них не было. Снова о качестве подготовки и важности снайпера, как самостоятельной боевой единицы, вспомнили в Афганистане. Кстати, именно в Афганистане полевая форма офицеров стала такой же, как у солдат. Это сделали для того, чтобы вражескому снайперу было труднее отличить командира от рядовых. Ведь любой снайпер в первую очередь стремится уничтожить именно командира. В конце 80-х для снайперской винтовки Драгунова был создан новый прицел. Он получил наименование ПСП-1. Прицел снайперский – панкратический. Панкратический – это значит с переменной кратностью увеличения. В данном случае от 3 до 9. И оптический прицел трехлинейки, и оптический прицел СВД имеют фиксированное четырехкратное увеличение. Новый панкратический прицел обладает рядом преимуществ. Он позволяет уменьшить время на обнаружение цели, увеличить точность наведения и, как следствие, уменьшить время на поражение цели. Прицеливание снайперской винтовки имеет свои правила. Оптический прицел необходимо располагать на определенном расстоянии от глаза. Если окуляр будет слишком близко, то стрелок увидит в прицеле кольцевую тень. Ее быть не должно, так как при этом поле зрения прицела значительно сужается. Если глаз будет смещен вверх или в сторону от главной оптической оси прицела, то в поле зрения появятся тени в виде полумесяца. Это тоже неправильно, так как в таком случае пули будут отклоняться в сторону противоположную тени. При спуске курка не следует придавать значение легким колебаниям угольника сетки у точки прицеливания. Стремление быстро нажать на спусковой крючок в момент наилучшего совмещения угольника сетки с точкой прицеливания приводит к дерганию за спусковой крючок и к неточному выстрелу. Выстрел производится на выдохе, затаив дыхание. Прицел ПСП-1 выпускался на Белорусском оптико-механическом объединении. Некоторая часть прицелов поступила в войска. Но развал СССР не позволил переоснастить новым прицелом все снайперские винтовки. В середине 90-х специально для воздушно-десантных войск была создана модификация винтовки Таргунова. Винтовка СВДС. Она отличалась наличием металлического складного приклада, укороченным стволом и пламя-гасителем. В состав подразделения и воздушно-десантных войск тоже входили снайперы. Десантироваться с достаточно длинной СВД было затруднительно. Поэтому специально для снайперов воздушно-десантных войск и была разработана укороченная винтовка. Для десантирования приклад складывался, оптический прицел снимался. Вот это винтовка в положении для десантирования. Десантный вариант винтовки в сложенном положении короче обычной СВД почти на 35 сантиметров. При этом баллистические свойства винтовки снизились незначительно. В начале 2000-х на основе снайперской винтовки СВД была создана ее крупнокалиберная версия. Ее калибр 9,3 миллиметра. Сама винтовка получила обозначение СВД-К. Основной задачей винтовки считается поражение противника, защищенного тяжелыми бронежилетами. СВД-К способна работать и по целям за легкими преградами, а также по небронированной технике. Удобная пистолетная рукоятка и складной металлический приклад унаследованы от десантного варианта СВД. Ствольная коробка, затворная группа и газоотводный узел переделаны под более крупный и мощный патрон. В остальном новая винтовка не отличается от СВД. По кучности стрельбы и поражающему действию СВД-К превосходит СВД. На основе снайперской винтовки Драгунова, СВД, был создан еще один ее укороченный вариант. Это винтовка СВУ-АС. Она была принята на вооружение в начале 90-х годов. СВУ-АС означает снайперская винтовка укороченная с возможностью ведения автоматического огня на СОЖ. Снайперская винтовка укороченная СВУ-АС. Патрон 7,62х54 мм. Емкость магазина 10 патронов. Масса с прицелом и снаряженным магазином 4,4 кг. Длина 900 мм. Темп стрельбы в автоматическом режиме 600 выстрелов в минуту. Дальность прицельной стрельбы 1200 метров. Эта винтовка была сконструирована по схеме Булл-Пап, когда части ударно-спускового механизма находятся впереди магазина. Длина ствола была уменьшена примерно на 10 см по отношению к винтовке СВД. Однако общая длина винтовки уменьшилась примерно на 30 см. Уменьшение длины ствола потребовало введения в конструкцию специального надульного устройства, которое выполняет функции дульного тормоза, пламегасителя и в какой-то мере глушителя. Схема Булл-Пап является нетрадиционной для отечественного стрелкового оружия. Применение такой схемы позволило существенно уменьшить габариты новой винтовки. По длине СВУ-АЭС стала такой же, как и десантный вариант СВД со сложенным прикладом, около 90 см. СВУ-АЭС поступила на вооружение специальных подразделений правоохранительных органов. В конце 90-х была создана снайперская винтовка СВ-98. У нее есть и другое, неофициальное название – «Взломщик». В 2002 году эта винтовка успешно прошла государственные испытания и поступила на вооружение ряда силовых структур. Но взломщик не является заменой снайперской винтовки Драгунова. СВД – это массовая армейская снайперская винтовка. А СВ-98 больше ориентирована на выполнение специальных задач. В СВД перезаряжение автоматическое. Оно работает за счет отвода пороховых газов. Для повышения главного качества снайперской винтовки – кучности стрельбы – при разработке взломщика вернулись к схеме с ручным перезаряжанием. Кучность стрельбы взломщика по сравнению с СВД – лучше. В качестве штатной оптики для СВ-98 используется панкратический прицел «Гиперон». Он имеет кратность увеличения от 3 до 10. Для большей устойчивости оружия при стрельбе винтовка взломщик оборудована штатной сошкой. При переноске сошка убирается внутрь целья и не выступает за габариты ложек. Устойчивости способствует и довольно большая масса винтовки. СВ-98 получила в основном положительные отзывы снайперов-профессионалов силовых структур. Эта винтовка на них и ориентирована. Для разведывательно-диверсионных подразделений было создано специальное снайперское оружие. Это ВСС – винтовка снайперская специальная. Она была создана в середине 80-х для специальных подразделений Комитета государственной безопасности и разведывательно-диверсионных подразделений Советской армии. Это было практически бесшумное оружие. Для стрельбы из винтовки использовались 9-мм специальные снайперские патроны СП-5. Они размещались в 10-зарядном отъемном магазине. Бесшумность стрельбы обеспечивалась также интегрированным глушителем. Глушитель является неотъемлемой частью конструкции. Снять его можно, но использовать ВСС без глушителя нельзя. Дальность прицельной стрельбы из винтовки составляла 400 метров. При этом в случае необходимости в нем можно было стрелять и автоматическим огнем. Это оружие получило неофициальное название «винторез». Специальная снайперская винтовка ВСС. Калибр 9 мм. Патрон 9х39. СП-5 или СП-6. Емкость магазина 10 или 20 патронов. Масса без магазина и прицела 2 килограмма 450 граммов. Длина 890 мм. Начальная скорость пули 290 метров в секунду. Дальность прицельной стрельбы 400 метров. По поражающему действию винторез сравним с автоматом Калашникова. А по звуку выстрела с пневматическим ружьем в тире. Для скрытой переноски винтовка разбиралась на 4 основных части. От нее отделялся прицел. Глушитель. Приклад. В таком положении винтовка переносилась в специальном кейсе или сумке. Возможность скрытой переноски была одним из требований при разработке винтореза. В разобранном виде винтовку можно носить в небольшом дипломате. Собирается винторез за считанные секунды. Значительный опыт боевого применения этого бесшумного снайперского комплекса в горячих точках бывшего СССР доказал высокую эффективность винтореза. Еще одним образцом бесшумного снайперского оружия появившегося за винторезом в середине 90-х стал винтовочный снайперский комплекс ВСК-94. Он был создан на основе малогабаритного автомата 9А91. Для стрельбы из этого оружия используются снайперские патроны СП-5 или патроны с бронебойной пули СП-6 до звуковой начальной скорости пули. Бесшумная и беспламенная стрельба обеспечивается за счет надульного глушителя. Дальность прицельной стрельбы из этой винтовки такая же, как и у ВСС 400 метров. Эта винтовка поступила на вооружение специальных подразделений. Снайперская винтовка ВСК-94. Калибр 9 мм. Патрон 9х39 СП-5 или СП-6. Емкость магазина 10 или 20 патронов. Масса без магазина и прицела 2 килограмма 700 граммов. Длина 900 мм. Начальная скорость пули 270-290 метров в секунду. Дальность прицельной стрельбы 400 метров. В случае необходимости для скрытой переноски винтовка разбиралась на несколько основных частей. Для этого необходимо было отвинтить глушитель, закрепить с ее втулкой, отсоединить прицел и отделить приклад. Все это укладывалось в специальную сумку для переноски. А это малокалиберная снайперская винтовка узкоспециального назначения СВ-99. Она предназначена для проведения специальных операций в городских условиях. СВ-99 обеспечивает очень точную и почти бесшумную стрельбу на малой дистанции. Снайперская винтовка СВ-99. Калибр 5,6 мм. Емкость магазина 5 патронов. Масса без прицела и патронов 3,7 кг. Длина 980 мм. Дальность прицельной стрельбы до 100 метров. СВ-99 создана на базе биатлонной винтовки. Отсюда малый калибр патрона и небольшая дальность стрельбы по сравнению с остальными снайперскими винтовками. Это объясняется тем, что у СВ-99 своя область применения. Она используется, например, для подготовки штурма охраняемого объекта. С помощью СВ-99 можно бесшумно погасить прожектор, вывести из строя средства сигнализации или камеры наблюдения. Винтовка хороша именно своей ювелирной точностью. Перезарядка короткая и быстрая. Это позволяет стрелку, не меняя изготовки, сделать в высоком темпе серию выстрелов. Звук самого выстрела очень тихий, а отдача от него практически неосезаема. Чего не скажешь об этой винтовке. Это крупнокалиберная винтовка Корт, самое мощное снайперское оружие в России. Крупнокалиберная снайперская винтовка Корт. Патрон 12,7 на 108 миллиметров. Емкость магазина 5 патронов. Масса без прицела и патронов 12,5 килограммов. Длина 1420 миллиметров. Начальная скорость пули 850 метров в секунду. Дальность прицельной стрельбы 1500 метров. Так как в этой винтовке применяется мощный крупнокалиберный патрон, то при выстреле следует ожидать и сильную отдачу. Ощущение от нее, пожалуй, можно сравнить с крепким ударом профессионального боксера в плечо. И если приклад при выстреле прижимать неплотно, то плечо можно, как говорится, отсушить. Причем отсушить так, что желание сделать еще один выстрел не возникнет. Но все эти неприятные явления при отдаче удалось существенно уменьшить. Этому способствует очень эффективный дульный тормоз. Благодаря его применению отдача снизилась в два с половиной раза. Дульный тормоз минимизирует и вспышку, возникающую при выстреле. Кроме того, неприятные ощущения отдачи снижаются и за счет амортизирующего затылка приклада. Такое оружие, как правило, не используется против живой силы противника. Крупнокалиберную винтовку применяют для того, чтобы на большой дальности вывести из строя легкую технику, средства связи, радиолокационные установки и другие подобные объекты. Снайперское оружие инструмент для выполнения работы ювелирной точности. Овладеть таким инструментом дано не каждому. Снайперу порой приходится по несколько суток сидеть в укрытии, выжидая момент, когда нужно будет сделать единственный, но безукоризненно точный выстрел. Терпение, выдержка и хладнокровие одни из главных черт хорошего снайпера. Универсальной снайперской винтовки не существует. Для разных задач необходим свой инструмент. Поэтому и существует такое разнообразие снайперских комплексов. Объединяет их одно высокая точность. Не исключено, что стремление к повышению досягаемости цели и точности стрельбы приведет в недалеком будущем к появлению на свет и других образцов снайперского вооружения. Продолжение следует...